Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». В Сургуте состоялась церемония награждения победителей городского конкурса «Предприниматель года». Организаторы мероприятия «Администрация Сургута» и «Торгово-промышленная палата». 11 номинаций, но 12 победителей. Подробности далее. Стрелять, стрелять глазами. Все порывалось героиня пьесы Чехова «Вишневый сад». Помещица Любовь Андреевна Раневская. Оцелилась она в атрибуты другой истории. Романа «12 стульев». Целая театральная программа развернулась ради того, чтобы явить городу его же героев. Предпринимателей, которые делают жизнь сургутян проще и ярче. Номинации «Общественное признание» в этом году выстрелил социальный проект «Дай лапу». Автор – директор аптечной сети «Панацея» Александра Дымза. Искренне признательна тем, кто еще у нас достойными этой номинации. И мне кажется, что это свидетельство, что мы движемся в правильном направлении. В категории «Социальное предпринимательство» отметили заслугу Ольги Каштиевой, директора частного детского сада «Гулливер». Самый успешный старт в этом году сразу у двух предпринимателей. Это Екатерина Косполова, тренинговый центр «Практикум». Всегда ожидаешь победу, когда участвуешь в подобном конкурсе. Конечно, ожидание было, предвкушение, желание победить всегда есть. Иначе зачем участвовать, скажите? И Ильшат Исламов, который раздает студентам бесплатные тетради. Окупается бизнес за счет продажи рекламы на обложке. «Огромное спасибо Сургутской торгово-промышленной палате за сотрудникам, которые помогали мне делать первые шаги. Я буквально за полгода и с нуля начал введение своего нового бизнеса». Самая интригующая номинация «Бизнес-леди». В этом году ее выбирали самые статусные мужчины города. Есть дамы, которые, занимаясь бизнесом и имеющие все вот эти вот качества, о которых я сказал, при всем при этом удаляются оставаться безумно красивыми, любимыми, женами, потерями. Самый приятный, наверное, титул получила бизнесвумен Наталья Иванова, главный редактор издательского дома «Победа». Отметили и специалистов медицинской сферы. Директор Центра здрава Татьяна Райская победила в номинации «Профессиональное признание». Лучшими предпринимателями также названы Яна Посохова, Александр Продан, Елена Мединцева, Лариса Баранкова, Дина Габидулина. Стабильным, успешным бизнесом может похвастаться директор ООО «Югра ПГС» Степан Присакарь. Он же забрал главный приз. Трон предпринимателя года 2013. Дарья Давыдова, Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова